Меня зовут Марина Марулич, приехала из Киева, с Украины. В Украине, в Киеве училась в Торгово-экономическом университете, Киевский национальный торгово-экономический университет. Закончила товароведение и коммерческая логистика. Здесь, к сожалению, на логистику не получилось поступить, потом выступила на управление. В Киеве ходила на курсы польского языка в течение полтора года. Курсы были интенсивные, очень интересные. Приехала сюда в прошлом году, в октябре месяце. Конечно, в начале было очень тяжело тут учиться, потому что не знаешь языка на таком уровне, чтобы говорить. Приехала, знала очень мало и было очень некомфортно в первое время. Но благодаря очень открытым людям и очень открытым преподавателям тебе это становится легче с каждым днем. Конечно, все предметы были на польском. И первые пару месяцев ничего не понимала, что делать. Но мои однокрупники помогали мне с этим, очень подсказывали, давали свои конспекты. И благодаря им я могла что-то учить дома. Также у нас есть такая страница студенческая, на которую вкладывают все материалы занятий. И приходя домой, ты можешь заходить на эту страницу, читать, переводить, записывать. Таким образом готовиться к следующим занятиям. Ну, главным отличием для меня есть то, что когда тебе надо в Украине решить какой-то вопрос по студенческой жизни, получить какую-то выписку или какой-то документ, то тебе надо идти в деканат, становиться, стоять в очереди, что-то там заполнять. Здесь же все намного проще, потому что есть такая страница, как Странет, и ты можешь написать через электронную почту, либо зарегистрироваться в очереди, и как бы знать, на какое время ты должна прийти. Это легче. И также очень много времени ты проводишь библиотеки в Киеве, потому что мы не имеем таких страниц в интернете. И какие-то учебники должна прийти библиотеку, взять, почитать, принести. Здесь же все преподаватели имеют свой некий такой профиль, на который они выкладывают материалы занятий, домашние задания и всякие материалы, которые тебе понадобятся для учебы. И это намного легче. Сидя дома, ты можешь все-все читать. В непосредственных курсах, где я учила язык, мне посоветовали ВСБ как лучшее учебное заведение в Польше, частное. И я согласилась, потому что меня это заинтересовало. И когда мне предложили город Познень, город Познень большой, красивый. Меня заинтересовал польский язык, меня заинтересовала культура. Я поискала в интернете, что действительно интересно, и действительно ты можешь поехать учиться. То есть это действительно то, что может произойти у тебя, в жизни. И благодаря этому, наверное, поняла, что смогу. И решила это сделать. И пошла на курсы. И уже на курсах мне все это рассказали и показали. Приглашаю всех приехать в Польшу, увидеть жизнь в Польше в середину, понять, как здесь все происходит. Учиться в университете, который есть в Европе, это престижно, это интересно. Это для себя ты открываешь какие-то новые границы, ты ломаешь какие-то рамки. И, безусловно, это очень большой опыт для своей жизни, для того, чтобы понимать, как, что и куда двигаться дальше. Хотела бы, конечно, остаться в Польше, работать, применять свой опыт и свою практику уже непосредственно на работе. Не хотела бы возвращаться в Украину, потому что это какой-то шаг назад. Хотелось бы двигаться только-только вперед и двигаться каким-то целям. Но, к сожалению, сейчас ничего не могу сказать точно, куда бы хотела. Но надеюсь, что все будет хорошо.